Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Насколько подорожает бензин из-за роста акцизов? Почему повышаются цены на лекарства в Татарстане? В Казани растет стоимость аренды квартир. Бензин в этом году может подорожать на 7%. Таковы прогнозы аналитиков. Они связывают возможное повышение с ростом акцизов на топливо. С 1 января этого года они уже выросли, но с апреля предполагается их вновь увеличить. Ставку акциза на бензин собираются повысить на 2 рубля за литр, а на дизель на 1 рубль. Таким образом, по словам нашего эксперта Юрия Алаева, власти хотят покрыть потери бюджета из-за падения цен на нефть. По всем сусекам, скребем, пытаемся, я имею в виду, правительство пытается где-то восполнить доходную часть бюджета. 40% примерно доходной части мы потеряли за счет внешнеэкономической конъюнктуры и санкций. Вот пытаемся восполнить. Если взять практику повышения акцизов на бензин, на дизтопливо, то, которое было на 1 января 2016 года, мы наблюдаем то, что цена в рознице не поменялась. То есть, если там на 35% повышение было акцизов, то цена топлива на АЗС не поменялась. И даже в январе мы наблюдали спад розничных цен. Поэтому такой прямой зависимости, и сказать, что это прямым образом повлияет, и с 1 апреля повысятся цены, наверное, будет тяжело сказать. А будет ли это поводом для того, чтобы прийти с предложением, чтобы поднять цену на рынке, наверное, это поводом будет. По словам экономистов, если вырастут цены на бензин, то это автоматически приведет к подорожанию продуктов и любых товаров, где задействованы перевозки. Отметим, что по данным Татарстан-Стата, в прошлом году бензин в республике подорожал на 2,5%, а дизель на 1%. Потребительские цены в Татарстане в январе этого года выросли на 0,4%. Это данные Государственной службы госстатистики. С начала года значительно подорожал сахарный песок плюс 7%. Сейчас килограмм сахара в среднем в Татарстане стоит 52,5 рубля. Растут цены и на овощи. С начала февраля капуста подорожала на 2%, яблоки почти на 1,5%, морковь на 1%. Цены на лекарства в Татарстане за год выросли в среднем более чем на 17%. К примеру, стоимость медицинского ртутного термометра повысилась в два раза. Отечественный анальгин стал дороже на 49%, аспирин на 23%, а волкардин на 58%. Тем не менее, есть и те товары, которые подешевели. Среди них комбинированы анальгетики, ножпа и супрастин. В аптеках утверждают, что цены они не поднимали, а виноваты в повышении производителя медикаментов. Что касается роста цен на препараты, не входящие в данный перечень, он возможен, так как большинство субстанций, вспомогательных материалов, которые используются при производстве лекарственных препаратов, являются импортными. В связи с ростом курса валют, себестоимость препаратов существенно увеличивается, что не может не сказываться на себестоимости и, соответственно, отпускной цене. Что касается наценок в самих аптеках, то они не повышались с 2010 года. Треть ассортимента лекарств в аптеках – это жизненно важные препараты, наценки на которые регулируются государством. Сегодня они составляют от 23 до 32%. В ближайшее время эти наценки, скорее всего, останутся прежними. В Казани в прошлом году подорожала аренда всех типов квартир. Таковы данные портала домофон.ру. Значительнее всего выросли цены на съем трехкомнатных квартир – плюс 23,4%. Аренда двухкомнатного жилья выросла почти на 7%, а однокомнатных – более чем на 5%. Скорее, это связано с тем, что квартиры стали покупать меньше, а людям же надо где-то жить. Вот снимают квартиры. Рост спроса на аренду рождает, соответственно, и рост цен. По словам эксперта, в этом году также возможен рост цен на аренду квартир. Но он не будет критичным. Так летом ожидается традиционное сезонное подорожание. Это были новости экономики. До встречи.